Всем привет, дорогие друзья! С вами Саша и Оля Шкудун, и это наше видео очередное, полезное видео. Я надеюсь, оно будет полезно всем тем, кто, так же, как и мы, любит мёд. Потому что, как вы могли заметить, да, мы не только сырная семья, а и семья, которая очень любит мёд. Я давно уже не пью сахар, я его заменяю мёдом. Олечка тоже старается даже как можно меньше есть всякого, там, ну, знаете, шоколадки, конфетки и так далее, там, где высокое содержание сахара. А мёд – универсальный продукт, его можно есть везде и всюду и получать удовольствие, он действительно классный. И отсюда, как бы, возникает вопрос, а тот мёд, который мы покупаем, он действительно настоящий мёд? Он действительно качественный мёд? Или это подделка, которую, там, продают специально, чтобы заработать на вас деньги и впарить вам какую-то фигню за, ну, относительно большие деньги? Уже начался сезон мёда, и поэтому мы уже немножко не запаслись. Это лишь часть того, что мы уже купили. Давай, рассказывай, что это у нас. Это мёд Акация, который мы покупали, этот мёд покупали, покупал Сашин Брат, то есть у другого поставщика. Да, здесь тоже какой-то мёд такой светлый, это, по-моему, первый мёд вообще, не знаю. И ещё мёд из Кипра, который безумно нравится Саше, он магазинный, я не очень доверяю магазинному мёду. Нет, этот мне не нравится, просто я его не попробовал, но мы его на пробу взяли, то есть мы просто на Кипре. Другой до этого, тот закончился, да? Да, к сожалению, тот закончился, мёд, который мы купили, который я искал везде, я его в Турции первый раз попробовал, но не мог там найти, а на Кипре мы нашли, но мы его быстро съели. Просто я, в принципе, магазинному мёду не доверяю, но проверим за границей, действительно ли они продают мёд в упаковке за 3,5 евро. Это, кстати, интересно, ребята. Кстати, если вы ещё не видели наши выпуски с Кипра, я оставлю ссылочки на плейлист по Кипру в описании, там я сделал отдельный плейлист Кипра Янапа 2019. Переходите, смотрите, там много полезной информации тоже для себя подчеркнёте, а мы переходим к мёду. Давай, как будем проверять? Ну, самый первый метод давай возьмём с бумажкой, да? Давай с бумажкой, а что нужно, давай, рассказывай. Нам нужно взять такую бумажечку, любую, можно салфетку, нужно капнуть мёд, и если он будет капелькой лежать, не растекаться, не впитываться, то это настоящий мёд. Если он растекается, промокаясь, то это поделать. Давай, давай. Начнём с первого. У нас тут 4 ложечки разные. Ну да, чтобы не смешивать. Да, чтобы не смешивать. Ладно их как-то обозначить. Ну что? Пахнет мёдом. Ой, да. На запах, кстати, тоже нужно проверять. Да, то есть не должно быть никаких примесей, мёд должен пахнуть мёдом цветочным. Сейчас пока сезон такого мёда, я поем мёда. Ну что? Вроде целенько так. Давай дальше. Ну, видишь, да, нету вот этого следа. Угу. Так. Ну, кстати, даже на вид, ну, видно, что это локация. Да, одинаково, примерно одинаково. Другие виды мёда ещё не появились. Потом будет цветочный, липо я очень люблю. Меньше всего мы любим гречаный мёд. Да, он как-то. Ну, такой горькованый. По структуре, да, много горечи. Смотри, ну пока мне всё нравится. Ну, он тоже полезный. А ну-ка, а ну-ка, кипрский. Такая плотная текстура. Сейчас проверим. Смотри, он тоже медленно стекает. Это, кстати, признак того, что это мёд настоящий. Потому что если он разбавлен сахаром, он просто будет... Да, он течёт, а потом будет так обрываться капельками ещё так дотекать. Прикольно так тоже. Ну, пока первый тест свидетельствует о том, что это всё 4 настоящих мёда. Давай следующий тест. Какой следующий тест? Невероятно хороший. Надо было какой-то купить, наверное, в магазинный для примера. Потому что у нас даже, наверное, не осталось никакого мёда. Следующий тест давай на руку возьмём. Давай на руку. Что с рукой? Нужно капнуть на руку и размазать как крем. И он не должен быть липкий. Он должен впитаться и кожа должна быть бархатистой. Как после спа-процедуры. Да, если он будет липкий, это говорит о том, что... Там есть сахар. Да, но так он, в принципе, полностью впитывается. Реально. Не липкий. Такая мёда. Давай следующий. О, я сейчас буду себя такая мягенькая. Надо было, наверное, в конце это делать. Я сейчас буду с такими... Ну... Не размазывай по всей. Надо было чуть-чуть оставить на другой участок. Четыре. Ну, так, его же у меня много. Его нужно. Чуть-чуть. Реально, как крем. Потрогай, какая бархатистая кожа. А, реально, она мягенькая, классная. Ну да, тут шероховатое, а тут мягенькая. Да ладно, вторуха, неподобно. Моя любимая девочка. Шероховатое. Ещё одна любимая девочка, она ещё спит, и поэтому мы видео постараемся сделать как можно быстрее и короче. Сейчас я поразмазываю всё это. Просто этот мёд, он другой, он засахарённый. Просто мы посмотрим, какой он. Кстати, весь мёд кристаллизируется, кроме акации. Настоящая акация, она не должна кристаллизироваться даже спустя год. Поэтому мы всегда акацию оставляем напоследок. Сначала едем цветочный, липовый и уже там зимой, весной доедаем. Прикольно. Сейчас я уважню все трубочки. Смотри, вообще, без проблем. Так, давай я отсюда возьму. О, да, 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 это ж проще, чем из банки. Так. Этот только более плотный, он должен по температуре тела. Ну, тоже нормальный рябли. Давай, вот этот. Ну, ускоришь это видео, там, где размазываю. Знаете, делают спа, массаж медовый. Ну, второй тест прошёл, мёд, да? Да, вот, да. Прикольно. У нас хороший мёд. Не липкий абсолютно. Бархатный. Класс. Давай дальше, третий тест какой? Я всё такая сладкая обиживаю. Следующий тест, который мы проведём, будет с помощью йода. То есть, если есть какие-то добавки в мёду, то он поснеет. Допустим, если это крахмал. Берём водичку, сюда капаем. Мёд. Ещё один хороший фактор, который свидетельствует о качестве мёда, это то, что он не растворяется в воде. То есть, если это сахар, он бы сразу тут растворился. Ну да, не растворяется. Правда, плохо для наглядности, мёд очень светлый, но я прям вижу, какой-то... Да, да, да. И смотри, структура кристаллическая. О, я уже сделала вот этот тест, который хотела оставить на потом. Напоследок, смотрите, вот у мёда есть генетическая как бы память, и в воде оно формируется в виде соток. Если вот так поболтать, то видно, как появилась кристаллическая решётка. Не знаю, камера это передаёт или нет, но она реально появилась. Вот этим мёдом, он тёмный, будет лучше видно. По сути, если мы уже вот этот тест провели и всё окей, это значит, что мёд точно натуральный, уже не нужно ни йод, ни уксус не использовать, ни то, что мы собирались. Но всё равно мы это сделаем, как оно должно выглядеть. Давай, капай ёдочек. Потому что даже когда плохая экология, это даже повлияет на мёд, и он не будет вот таким вот в виде сот. Давай чуть-чуть. Ну, нормально. А давай прямо сюда будем капать другой мёд. Давай, капай другой мёд. У тебя есть на бумажках. Давай всё. Ну, или так. Если что, где-то посинеет. На каком-то из мёдов. Тоже кристаллическая решётка постепенно формируется, но и за счёт йода она уже нарушена немножко. Сейчас мы увидим, если действительно мёд какой-то ненастоящий, то это вся наша цветовая гамма не растворяется. Будет-будет немножко другой. Будет синий. Ну, а тут, видите, всё нормально. Всё пока шедеврально. Кипр. Кипрский мёд. Кипрский мёд. Не мяукает, не гавкает. Это значит всё нормально. Ну, посмотрим. По капельке. Всё чудненько. Прекрасно. Какие молодцы, какой у нас классный мёд. Сейчас прикинь, ты как гулкан. То есть, это четвёртый тест, да, всё нормально. Ну и последний тест. Так, а точно больше никого мёда нет? Мне же интересно. Давай, ну, сейчас, ройся, ройся. Вот прикольно, вот последний самый тест, ну, который у нас уже получился с первым мёдом, с кристаллической этой решёткой, он будет самый показательный, самый классный. И мы именно возьмём этот мёд, потому что он темнее, и кристаллическая решётка будет красивая. Оля роется, роется в меду. Может, это прошлогоднее осталось. Ну, видишь, наверное, нет всё. Ты молодец. Ты видишь, сколько? Сделал тестов, и все они демонстрируют то, что у нас хороший мёд. Ну, давай, давай, тогда... Давай, давай, жги, давай. Водичку наливай. Не, 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 ты же хотела тот мёд. А, ну да, этот мы уже проверили. Значит, не надо. Вот так вот. Тынц. Ты... Давай, водичку. Ну, так, конечно, на эксперименты не жалеешь. Мёда, я смотрю. У меня такую попахнуло. Так надо, чтобы наглядно было. Ну, давай. Фильтрованная вода. Что нарушила нашу кафельку. Нарушила кафельку. Вот он, немножко тёмный. Сейчас посмотрим, как магазин... Не растворяется. Ну, это уже хорошо. Тихо, тихо, тихо. Смотри, начинает потихоньку проявляться. И это магазинный мёд, ребят. Смотрите. Да, так что на кипре можете не бояться покупать мёд. Смотрите, по структуре. Он хороший. Здорово. Он реально натуральный. Ну, это я взял, ну, подороже. Там были и подешевле, да. Я не знаю, какие они. То есть, если вы берёте за 3,50, да, или сколько он там стоил, он хороший будет. Ну, я думаю, не в интересах киприотов, да, делать подделку. А у нас всякие могут попадаться на рынках. Дополним какой-то мёд в магазине и дополним это видео, проверим его отдельно. Какой может быть? В общем, такой вот у нас эксперимент. Да, если что... У нас мёд хороший, можем быть спокойны. Если что, дополним это видео ещё, купим в магазинном мёдом. И таким образом продемонстрировали вам, как проверить мёд в домашних условиях на качество. Настоящий это мёд или нет. Есть там сахар кормили, там пчёл с сахаром или нет. Это очень важно на самом деле, потому что ненастоящий вот этот мёд, он вреден для вашего здоровья. К сожалению. Да, и ещё настоящий мёд обычно вот горчит немножко у вас здесь, запить хочется. Это тоже показатель того, что мёд классный. Ну что, будем прощаться. Всем спасибо. С вами были Саша и Оля Шкуду. Пчёлы. Пчёлы. Те маленькие пчёлы тоже проверяют мёд. Сейчас будем дегустировать, это всё убирать, естественно. Вам это уже не покажем. Всё, пока. Ребята, привет ещё раз. Ну что, мы сходили в магазин, купили какой-то мёд. Не знаю, сколько он стоил, не помнишь? Он по акции 42 гривны. 42 гривны, это премия. Да, мёд натуральный, цветочный, резно-травья. То есть разно-травяной. Написано, что мёд натуральный, цветочный, перш... Першу в готовку, да? Ну да, первый сорт. Проверим, что он из себя представляет, действительно ли это мёд. А ну давай, сначала на вкус проверим, а потом уже... Ай-яй-яй. Что-то он разлился очень круто. Жарко, жарко. Не знаю, дай пробуй. На ручку будешь втирать? Как тебе? Ну такой, на мёд похож. Просто, ну такой, чуть-чуть с гречкой. Ну давай, все тесты, раз уж мы все тесты, значит все тесты. Ну капля вроде не шевелится, не растекается. Как в руке? Неужели натуральный мёд? Ну, кстати, очень впиталось классно. Да? Ну давай. И всё. Сначала проверим на йод, а не, сначала давай на структуру, генетическую память мёда. Сначала мы увидим, растворяется ли он в воде. Да, давай. Лей-лей. Не растворяется, смотри. Ну смотри, нормальный мёд. Смотри, офигеть. Премия, я так не люблю эту фирму. Ну, типа даже структуры. Похоже. Какие-то такие огромные соты получились. Ну, это ж может производственные, там большие. Ну, не знаю. Пчёлы делают какие-то. Настюша тут суфлеирует, ягоды ест. Немножко по-другому, конечно, как-то. Ну, немножко, да. Но в целом, ну, не растворяется. Хотя, может, чуть-чуть и растворилось, видишь. Немножко, да, жёлтая вода стала. Чуть-чуть, да. Видите, подкрашено очень так. Сейчас ещё. Немножко по-другому. Видишь, такие куски большие какие-то выпирает. Но всё равно есть, как бы, структуры. Ну, да, вроде как, не знаю. Но какие-то большие, непонятно. Ну, ладно. Ой. Да, и вот ещё капает. Но почему-то вода так раз... Вода немножко стала, да, хотя, может, она и такая и должна стать. Ну, ничего. Вроде нормально. Ну, это в случае крахмала. Крахмала, конечно, я не знаю, как в мёд добавляют, но почему? Не, ну, если видишь, смотри, чуть-чуть. А, чуть-чуть посинело. Посинел чуть-чуть. А почему она так там именала? Не знаю. Трёмка чистая была. Чуть посинела реально. Как-то странно, он бы должен весь посинеть. Ну, в принципе, да. Ну, сейчас ещё выпусишь. В целом, я думаю, ой-ой-ой, это с посади. А есть ещё один, да? Смотри, эффект. Тоже он чуть подшипел. Да. Он чуть-чуть подшипел, ребята, пузырьки тут чуть-чуть пошли. Это значит, что там мя. То есть, это значит, да, что в мёде присутствует немножечко мела. И, ну, с этим вообще непонятно. Смотри, растворилось всё. А, реально. Быстро очень. Ну, не весь? Нет, не весь. Нет, это просто он есть. Смотрите, сейчас будет ещё один эксперимент. Мы подпалим. Мы его не проводили, да, с теми. Мы сейчас подпалим эту бумажку. Если она сгорит вместе с мёдом, это значит, что мёд не натуральный. Если мёд обгорит, ну, вокруг... Ну, он питался классно. Смотрите, что сейчас будет. Обгорает вокруг. типа, как нормально. Ау! Ну, это натуральный, в принципе, мёд. В принципе, да. По всем показателям нормальный мёд. Можно есть. За 42 гривны очень дёшево. Это сколько здесь грамм? 400 грамм, а в миллилитрах тут где-то 300, наверное. Ну, что-то он по структуре такой... Ну, смотри, если верить всем вот этим проверочным, то нормально. Что-то в нём... Ну, не знаю. Ну, смотрите, реально он по тестам нормальный. И тут остался. Ну, чуть-чуть йод. Это вот и уксус зашипел. Ну, чуть-чуть, может, мела там есть незначительно. Но в целом мёд... То не обгорел там, где мёд. Если бы тут был сахар, то он бы горел. Да. Вот так. Так что рекомендуем нормальный мёд. Покупайте. Нормальный всё. Редактор субтитров А.Сёмкин